Да, отлично, все готово, карта Фокстрот Лапс, и Таргом норвежский зерк будет играть против корейского протаса Дейзи, это также борьба за выход в четвертьфинал, борьба за квоту в плей-офф, и матч победителя этого противостояния мы будем комментировать уже на сцене, так что, у кого тебе хотелось бы вот откомментировать, корейца, по которому ты, возможно, раньше не слышал, или милого, доброго, пузатого Таргу? То есть, Тарга, Тарга, да, он им недалеко находится, географически, ну, как сказать, он-то, конечно, глобально норвежец, а вообще большую, нет, ладно, не большую, но серьезную часть своей жизни он провел в Австралии, там он учился, вроде как недавно как раз вернулся в Норвегию, и вроде бы вот сейчас он живет в Норвегии, занимаясь исключительно прогеймингом, но, может быть, скоро снова отправится в Австралию, не знаю, можно будет спросить, какие у него планы, так, ну, а у нас появился слева, снизу на карте Фокстротлапс, как раз-таки, Протас Дейзи, кореец, ну, и справа сверху Тарга. Тарга, Тарга, который, в принципе, не отмечается, как правило, вот, какими-то сумасшедшими билдами, да, ранних пулов от него не дождешься, днем с огнем не сыщешь, скорее всего, будет спокойное начало от норвежского австралийца или австралийского норвежца, и он будет пытаться как-то задавить оппонента в середине игры, в своем излюбленном стиле. Конечно, сложно сказать, мы не знаем, что было в первом сете, но, кстати, судя по тому, что Тарга едет дроном в разведку, там не все было чисто со стороны Дейзи, может быть, были какие-то нюансы, фаржа, допустим. Ну, а здесь просто гейтвей на мейне, стандартный, тринадцатый, ничего особенного, Дейзи. Сейфовый играет кореец. От всего он отбивается, конечно, экспант у него будет несколько позже, если открываться через фаржу, но здесь грешно вообще через фаржу открываться на этой карте, потому что настолько открыт твой эксп, что прикрывать его... Хо-хо, Проксихата. Оказывается, ну, опять же, наверняка есть какой-то бэкграунд, наверняка что-то было в прошлой игре, может быть, там в одни ворота, и, например, да, что меняет просто Тарга в шаблон дико, но это хата, которая Протаса не то чтобы обескуражит, потому что вот хату очень хорошо отбивать как раз с таким вот гейтом. Главное, что сделка заказать не завтыкать. Он завтыкал с пилоном! Да, тут сапплайблот, потому что он собирался ставить Нексус, обратите внимание, у него не было газа. Он хотел это самое, да, он хотел подхалявить еще, да. Ну, это либо классная подстройка от Тарги, типа, посмотрел. Скорее всего, да. То есть, я думаю, тут просто было такое же начало в первом сете, Тарга посмотрел, сказал, так, дружище, да. Второй пилончик, что такое. За халяву, вот, надо уметь, конечно, в опенингах так наказывать, даже по мелочам, хотя какая мелочь? Это вывод восьми работ, которые на протяжении где-то суммарно 30 секунд... Да, я думаю, минуты тоже целые они катаются. ...пилили, ну, сколько они выиграли? 500 минералов тут теряет. За суточку где-то, да, учитывая, там, отмену, плюс он катался, ну, хотя тут разведка еще... Смотри, еще нюанс, тут еще дома хата вот только сейчас поставлена у Тарги, там, задерживала пробка, как могла бы. А он мог даже без пула сделать хату, ты знаешь, если бы совсем был таким, знаешь, таким... Ну, там пробка мешала в этом. А, он хотел уже, чтобы надежно с собаками, вот видишь, пробка до сих пор катается. Понятно. То есть, Тарга, в принципе... На третьего не хотелось, да, так далеко это же было. Ну, видимо, да, видимо, не хотелось. То есть, Тарга сделал все довольно неплохо, но чтобы он получил какое-то прям супер преимущество, конечно, нет. Потому что у него самого только хата пошла. И обратите внимание, вместо быстрой третьей базы Тарга ставит... А, нет, ГАЗ он ставит, понятно где, ГАЗ он ставит на меню оппонента. Вот второй ГАЗ тоже классная тема, особенно когда ты отложил появление экспад человеку. То есть, у него уже много рабов, у него нет экспанда. То есть, вроде как, напрашивается добыча и какие-то вложения в технологическом плане, раз уж ты... Смотри, что делает Дейзи. Что, что, что? Он ставит ГАЗы на натурале, понимая, что... А, ну, это вполне логично. Да, на меню уже... Ну, что один Зил вот сделает? Ничего, уже, ну, там, Мазеркор, Сталки. А рабочий там не устает. Просто вот уже в пятый, наверное, раз отменяет. Эти шесть минералов с барского клеча выделяет. Но как сильно страдают технологии. Дейзи, наверное, да? Да, Дейзи действительно очень сложно сейчас. Ну, вот только-только заработает второй ГАЗ. Там лимги продолжают развлекать Протаса. Вот, два забежали, пытаются как раз пробитую... Нет, уже не пробитую. Другую пробку выцеливает Тарго. Молодец. А, не молодец. Отдал все-таки собак. Можно было бы, мне кажется, их спасти, но... Ничего не поделаешь. ГАЗ в этот раз не отменил. У нас пять минут до 12 часов, поэтому надо быть особенно осторожным. Осторожный ми. Реплеи, кстати, спрашивают. Вчера мы до 16-го Раба смотрели, пересматривали с тобой? Не пересматривали. Не пересматривали. Не пересматривали, да еще. Ну, это интересный тоже вопрос. Надо бы в паузу сделать. У корейца Старгейт. Старгейт, который пока не спален. И, судя по всему, он не будет спален, учитывая позицию оверлордов и позицию этого самого Старгейта. Да, тут смотри, в чем проблема. Тут вот за мейном нигде не спрятаться. Вот за натуралом справа и снизу можно. Хайграунд есть, но оттуда же лететь далеко-далеко. Слева сверху, понятно, прятаться можно. Оттуда оверлетит. Там его сталкеры ждет. То есть Дейзи все прекрасно понимает. И делает Старгейт в нужном месте. Это, по сути, лучшее место, которое можно придумать. Да, так и есть. Оракул, правда, не самый ранний, конечно, из-за этих проблем связанных. Может долететь. Овер долетит. Точно уже долетит. Тем более, сталкер потупил. Да, вот сейчас должен, должен видеть таргет. Даже если бы сталкер не ушел вовремя, то не хватало. Оверет все равно бы увидел Старгейт. Пошли тут же антиеровские пушки. В качестве адекватной подстройки. Нетроша пришел с гоупрошкой. Веселенький. Все время. Камера есть? Будет. Будет. Все будет. Она есть, но не работает. Тем более, игра, скорее всего, не затянется. Так что, куда-то выходить точно не стоит. Плюс 5 гейтов мы видим сейчас от Дейзи. Что это означает? Он с Оракулом, кучей сталкера, зилотов, придет сейчас к Тарге и будет пытаться того пробить. Но, что делает Тарга? Тарга уже сейчас строит роучи. У него до сих пор не заказан лейер. Он только сейчас это делает. Он играет очень сейфово. То есть, для начала роучи, линги. И только в том случае, если Тарга убедится в своей безопасности, он действительно будет строить дальше рабов. Дейзи будет нереально сложно пробивать сейчас. Я думаю, если он увидел этих роучи, лингов, он даже может передумать как-то. Потому что, в смысле, у него никаких технологий нет. И 7 гейтов, как он передумает, уже поздно думать. Ну, посмотрим. 8 гейтов у него, 8. Даже еще 2, что он добавит. Пошел по двор. В общем, сейчас решится все в одну атаку. Ну, в смысле, в одну продолжительную, но все-таки в одну атаку. Роучи замедлены серьезно. Скоро, кстати, немножко недоконтролил кореец. Ее практически убили две квины. Но они... Сталкера много. Сейчас должен быть заказ спидлингов. Вот смотри, 20 спидлингов в заказе, да, все очень четко. Суплай-блок неприятный очень. Сейчас как раз нужно ресурсы максимально эффективно тратить, но не получается. Минус коро. Блин, но здесь опять под варп. В этом как раз и смысл, что крайне сложно. Хачели постоянно идут. Здорово, сейчас забегают собаки. Немножечко они со сталкерами подберутся. Форсфилды неплохие. Роучи сзади тупят. Еще собаки подбежали. Нормально заходит. Позиция хорошая сейчас будет для протаса. Плюс под варп как раз подходит. Оракл неплохо собак разрулил. У него, правда, киллсов всего 2, но дамеджа там он должен был много нанести. Да, сейчас у него маны нет, поэтому он будет не очень опасен. Но через некоторое время вновь поможет. Ты знаешь, Сантрей тут неплохой такой давар был. Опасно. Вот сейчас тарги будет очень сложно, потому что и форсфилдов достаточно будет. И зилаты хорошо пошли вперед, приняли на себя собак. Здесь у тарги начинаются проблемы. Ну, пока по лимиту у него не все так критично. Но, да, ситуация чисто по внешнему виду здесь значительно больше корейца. У тарги уже деньги копятся. Почти тысячи минералов. Он не успевал делать инъекции, потому что вывел королев сюда. Понятно для чего. Для того, чтобы помогали в сражении, трансьюзили. Деньги надо бы потратить. Очень много ресурсов у тарги. Невероятно много. Больше тысячи минералов. Вот он овера тогда потерял. Это могло... Возможно, это боком как раз и вышло. Эвакуируется рабочий стретий. Но как-то нужно стретий защищать. Это была такая временная мера. Сражение вновь разгорается. Филды уменьшают линию, по которой могут нормально, комфортно стрелять. Стрелять роучи. 106 лимит на 113 уже. Лимита сравнивается. Это плохой знак для зерга. Зелат и вытанковывают прекрасно. Сталкеры практически не теряются. Тут же идет под варп. И хэтчери сейчас даже мешают, честно говоря, тарги. Пусть она уже умрет. Пусть брудлинги выйдут вместе с брудлингами. Роучи смогу могли бы поштрафовать хоть чуть-чуть. Но нет, тарги не решился. Ситуация, конечно, очень неприятная. Ну, пока запас денег есть. То есть, то, что там не будет добывать третья база, это не страшно. Хуже, что продакшена теперь меньше. Потому что макро хаты нет. Всего две хэтчери осталось. И, понятное дело, что даже имеющиеся деньги тарги тяжеловат. Знать, вот сейчас широким фронтом он может напасть. Тут уже фрусилды не будут так много значить. Бейт сжимается. Ну, да. Понятно, что зачем он это делает. Мазаршип кора нет. С одной стороны, рекола никакого не будет. То есть, это, возможно, последняя атака. Отличный. Под варп идет зелков снизу. Просто мясо. И, да, и кореец тут, судя по всему, выстаивает. Да, выстаивает. Я вообще предлагаю еще сливать. Потому что сейчас ровно 12.00. И мы можем теоретически пропустить хэппи. Хотя маловероятно, но мы можем пропустить его. Слушай, но у тарги 9 королев. Он не хочет умирать. У него будет очень много трансьюзов. Он-то как раз сливать час не собирается. Правда, двух квин он очень недальновидно отдает. Это невероятно грустно для него. Потому что как раз вроде бы только-только стабилизировалась ситуация. И тут на тебе. Очень неприятно. Но смотри. 8 королев по-прежнему. У него экономика хуже. Только разве что технология чуть-чуть благодаря лейеру получше. А так Протасу... У него есть несколько вариантов. Во-первых, он может продолжать, потому что его тупо больше. У него один в центре. А тут сейчас будет просто миллион филдов. Позиция, конечно, не самая удачная. Но если сделать два шага назад, то... Да, он делает два шага вперед. Вообще ничего не боится. Пытается филдами и весьма успешно отгораживать часть рачей, которые, опять же, втыкают, не атакуют. В центре, конечно, делают... Но в центре плохие ДПСеры-то. Знаешь, тут, конечно, по-прежнему 11 центрей, но дэмэджи они наносят очень мало. Королеву по-прежнему здорово хилят сзади. И лимит хороший, кстати, сейчас. Размен был в минус для Протаса, как это ни странно. Потому что... Ну, потому что 100 на 90. Хотя это Додаварпа, опять же. Более-менее... Забегают сзади собаки. Смотри, как здорово, великолепно просто забегает сзади Тарго. Отлично получается. И не отступить, кстати. Прямо сейчас, прямо сейчас там мы можем заставить отступить. По крайней мере, у них есть крипа. Тут и крипа нет, и... У центре... А, у центре вообще маны нет. Только первый в форсфилд. Ой-ой-ой. Вот я разрываюсь между желанием ливнуть и досмотреть эту игру. Но учитывая то, что написали обоим игрокам, не должны без нас начать. Ну, я думаю, что тут уже потихонечку должно все закругляться. Давай, давай, кто-нибудь, кто-нибудь, давайте. Ну, все, все. Но должен закругляться Дейзи с другой стороны, понимаешь? Слушайте, закругляться умирать, имеется в виду, или... Он же сейчас отступит. Да, у него опция вот перехода в макро такая. Так это нас не устраивает вообще не... Понимаю. Понимаю, да. Ну, смотри. То есть то, что Дейзи не пропушит, это очевидно уже минуты две. Я ливаю и буду делать рестрим, как нормальный белый человек. Хорошо. Немножко расизма никогда не... Вот это сейчас, кстати, такая демотивация, знаешь? Кореец такой сидит, потеет пять минут. Все, я просто делаю рестрим. Хорошо. Ну, естественно, что он так долго, а? В конце концов. Непонятно, да. Люди смотрят, люди ждут. Это еще фрайвер в рейтинговом матче. Мы им всем уже по два раза написали. Вот Game of Haze Lady говорим, позор, позор. Ладно, ничего. Игра больше нехорошая. Смотри, как интересно изменился состав армии Дейзи. Помнишь, у него было 13 сентрей? Сейчас у него одни сталкеры зилы. Ой, сейчас его съедят, кстати. Вообще съедят. Если второго филда они... А-а-а, вот второй филд. Шикарный. Ясно. Ну, понятно, что... Ты, в принципе, комментируешь? Да, конечно, конечно. Все замечательно. Ну, потому что это на стриме, а то они не на стриме. Понятно, что у Дейзи сейчас будет очень тяжело. И чем дальше, тем, по сути, должно быть тяжелее. Дейзи, смотри, вот какой-то переход в макро у него таки напрашивается. Он там четвертый газ успел поставить только что. И я думаю, что он собирается, вот как-то удерживая оппонента в напряжении, все-таки придумать себе переход. Во что? Понятия не имею, но... Ну, он не может просто так еще 10 минут стоять и варпать. Но это бред. Может, он газ поставил для Син-3? Может быть, может быть, само собой. Благо, Тарга не идет там в Гидру. То есть, Гидтовая армия по-прежнему будет вполне. У Тарги вообще ситуация, насколько я понимаю, сейчас очень хорошая. Конечно. Еще бы перевести там по парочке... Да, Тарга выиграл, по сути. Да, если ничего страшного не произойдет, то... Нет? Нетрон уже 10 минут, да, говорит, что сейчас Тарга умрет. Я просто не понимаю, что вы комментируете, и, по-моему, не эту игру. Хорошо, договорились. Смотри, как здорово окружает Тарга. Очень здорово окружает. Просто съедает. Да, рассыпается, короче, кореец, и все. И Нетрон оказался прав. Да просто кореец, если бы, помнишь. А, то есть, Протес должен был победить 10 минут назад. Надо давить, третий убил, отошел, поставил свою. В чем проблема? Думаю, технологий нет. 8 гидтов заряжены. Он думает, что его много, и он чемпион. Ну, в КГ. Тарга не ошел. Я вообще ничего не теряю в Старкрафте. Я думал, что Тарга умер уже 5 минут назад. Слушай. Дорог, скорее. Между прочим, счет 1-1, там будет третий сет. Как помнишь. Нет, сет всего 1, да, это третья карта была. Всегда рассказали. Надо начинать. Просто надолго будет. Нармался. Так, надо было... Кстати, можно проинтервьюировать не трошь, а по-быстрому. Потому что мы не пропустим точно игру. Хорошо, давай. Нетрон явно хочет... Высказаться, да. Рассказать нам по поводу ПВЗ, по поводу сетов, карт. Все, куда? Вот сюда, вот, сучка. Нетронов, можно еще посмотреть, он интервью брал у Аббера. Очень веселое прям. Очень. Самое веселое интервью будет со Сливой. Слива сам по себе такой, что с ним сложно грустное интервью сделать, правильно? Ну, если бы было, что вообще... Ну, что группу приглашают. Ладно, давай вот по предстоящей игре. Кто, Фраер или Хэппи? Вот ты как эксперт, который только что ванговал, что... Ну, ты понял. Ну, кто выиграет? У Фраера, конечно, подход хороший был. Вчера, когда мы вернулись домой, они же все у меня эти... Ой-ой-ой, так и что там было. И пока все там, ЛЗ там, не знаю, одной фигней занимается Слива, другой. А Фраер в этот момент куда-то пропал, а я захожу в комнату, смотрю, а он... Демочки, да? Смотрит стрим, там, старый Хэппи против Грабби. Какая-то у них игра бывает, что-то такое. И думает, как мне там что делать, так что... Спасибо тебе большое за интервью, у нас начинается матч. Отличная игра вообще. Я надеюсь, что мы с тобой... Просто подкол. Ну, кто же знал, что они стартаны? Давай я покаминчу. Да если Алекс не против, то... Да, отлично. Так, начинается первая игра, сет общий. Подожди, подожди. Кайморки, стой.